МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью студии Татьяна Молокова. Сначала представим гостя, потом будем беседовать. Сергей Лебедев. Родился в апреле 1974 года. Получил высшее образование в Академии права и управления, а также в Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Служил на Балтийском флоте с 2009 года директор общества с ограниченной ответственностью «Экология». Инициатор ежегодной акции «Чистый город» по очистке берегов реки Волга. Член постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по городскому хозяйству, а также постоянной комиссии по социальному развитию и экологии. Женат, воспитывай твоих детей. Итак, наш сегодняшний гость – депутат городского собрания депутатов Сергей Лебедев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Николаевич, наверное, одна из основных сейчас тем, которые волнуют очень многих горожан – это пехтулинская свалка. И вот недавно объявлен аукцион на ее рекультивацию. Вот расскажите, что это за проект, как это будет проходить, какие этапы есть у этого проекта? Ну, совершенно верно. Это была очень актуальная и злободневная проблема, которая на сегодняшний день решена хотя бы тем, что по суду деятельность данной свалки приостановлена в 2015 году. Сегодня разработан план мероприятий по ее рекультивации. Да, на самом деле, на уровне конкурса на сегодняшний день выбирается подрядчик по проведению данных работ. Работы будут проходить в два этапа. Они разбиты на два года, на 17-й, 18-й. Оба этапа представляют у себя один – это техническая рекультивация, второй – биологическая рекультивация, когда мы уже окончательно закроем тело свалки и засадим на него многолетние растения, деревья. Что значит техническая и что значит биологический этап? По техническим этапам подразумевается – это пересыпка всего тела, то есть изоляция их от отходов от внешней среды инертными материалами. Там упоминается и глина, и такие специфические материалы, как глаукониты. Биологический этап – это уже пересыпка плодородным слоем, на который уже будут высаживаться многолетние растения. Ну, вообще очень долго Пехтулинская свалка была таким, скажем так, объектом экологической катастрофы. Экологи говорили о том, что нельзя дальше ее использовать, что это постоянно гниение, постоянно пожар, постоянно ветер сносит оттуда мусор. Можно будет по завершению этого проекта в конце 2018 года сказать, что все, у нас Пехтулинская свалка, не является объектом экологической катастрофы для жителей города Чебоксары? Однозначно. Я скажу больше, что у нас город получит дополнительную инфраструктуру в виде 30 гектар, свободной от отходов земли, поверхности, где можно проводить уже какие-то даже всевозможные предприятия, культурно-массовые какие-то там мероприятия проходить, где люди спокойно этой площадью будут пользоваться. Сколько стоит такое удовольствие, скажем так, что у нас Пехтулинская свалка станет культурным объектом, а не экологическим? Удовольствие на самом деле не дешевое. На весь проект на сегодняшний день заложены средства. Это 394 миллиона рублей. Это на оба этапа с разработкой технической документации, со строительным надзором, авторским надзором и так далее. Непосредственно на саму работу у нас выходит на строительно-монтажные работы 336 миллионов рублей. Из них с общих 113 миллионов – это федеральные средства, республиканские средства совсем небольшие – 8,5 миллионов. На 2018 год федеральных средств будет потрачено 265 миллионов, и республиканских – 6,7 миллионов. То есть, в принципе, это все благодаря федеральным инвестициям. Сергей Николаевич, но все-таки рекультивация, настолько специфические, мне кажется, действия там должны быть. У нас есть в республике организации, которые могут претендовать на эту работу, на этот вид работы. Я думаю, у нас найдутся специалисты, преданные своему делу, которым не безразлична судьба города, потому что все-таки это городской объект. И обыкак, конечно, заниматься этим объектом ни в коем случае нельзя. Будет допущена та организация, которая будет удовлетворять всем требованиям непосредственно технического задания, которые, согласно 44-го федерального закона, пройдут все критерии. Эта организация и будет допущена. Соответственно, будет мониторинг за этой организацией со стороны депутатов, со стороны надзорных органов. Работу будем принимать вместе и не дадим никому никаких послабрений. А не получится ли так, что у нас там в очередной раз одна организация выиграет конкурс, она кому-нибудь не понравится, конкурс отменится и будет затягивание вот таких вот процедур? Объект социально значим, объект на виду. И вот таких вот процессов просто недопустимо, чтобы они были. А есть ли у вас информация? Кто-нибудь уже высказал желание участвовать в этой работе? Ну, она будет чуть позже. Позже. Сергей Николаевич, но непосредственно рядом с Пехтулинской свалкой есть строения, есть организации, которые там располагаются. Что будет с этими организациями? Не мешают ли они этой работе? Ни в коем случае. У нас и не так много вокруг тела бывшей свалки организаций, которые будут продолжать выполнять, внести свой функционал. Нисколько они не мешают этой работе. Там также социальные объекты в первую очередь. У нас там и НПО «Экология» располагается. У нас там питомник для бездомных животных располагается. Эти объекты необходимы, они будут продолжать выполнять свою работу. То есть и в конце 2018 года мы скажем, что, друзья, чебоксары... Милости просим, милости просим. Мы экологический рай. Да, совершенно верно, где-то так. Сергей Николаевич, вернемся тогда в наш день, в наши дни. Сейчас в городе проходят экологические субботники. Вот сколько людей принимает участие? Сколько территорий уже убрано, может быть? Какие деревья посажены или будут посажены в ближайшее время? Очень хороший вопрос. У нас вовлечены на сегодняшний день в этот процесс, наверное, каждый горожанин. Начиная с детского сада, заканчивая пенсионерами. Каждый по-своему вносит посильный вклад. Город становится краше с каждым часом. Не побоюсь этого слова. Потому что постоянно, постоянно мы видим определенную работу. В школах проходят большие мероприятия. Это экологические уроки проходят. Где старшеклассники младшим классом доводят информацию, как себя вести с бытовыми отходами, как себя вести с опасными отходами. Для того, чтобы у нас больше не было ни сенсационированных свалок, ни было таких, как у нас пехтулинская беда была. Меняется сознание горожан в области экологии. Я знаю, что в каждой школе организован сбор и отработавших батареек, и крышечек от пластиковых бутылок. Совершенно верно. Эти экологические мероприятия проходят. Собираются и крышки, и батарейки. Потому что ребята этого поколения сталкиваются с этой проблемой гораздо больше, чем наше поколение. Наша задача повысить их экологический уровень, на совсем другой уровень его вывести точнее. В принципе, это все получается, работа идет. Сергей Николаевич, а бумаговую макулатуру-то собирают? У нас колоссальное количество, уже, наверное, колоссальное количество, особенно в год экологии, разных акций, связанных и со сбором макулатуры, и другого вторсырья, где детишки должны сами тоже видеть, как это разделяется, куда это направляется, какие потом изделия народного потребления можно будет изготавливать из этого вторичного материала. Конечно, идут. У нас активно все включаются. И общественные организации, и физические лица, и юридические лица все с удовольствием принимают участие в этих экологических акциях. Сергей Николаевич, ну вообще не могу, скажем так, с вами, как с представителем экологического направления, не поделиться своим мнением. У нас работает полигон ТБО, у нас есть перегрузочная станция, но, может быть, нам тогда еще поработать над тем, чтобы мусор сортировали жители? Мусор жители начинают сортировать, понимание приходит. Этому пример многочисленные показатели, скажем так, и с выездом на сегодняшний новый полигон, и на мусоростировочную, мусороперегрузочную станцию, где люди начинают понимать актуальность раздельного сбора, что будет экономить на самом деле и невозобновляемые ресурсы, и вторичные материальные ресурсы. Это надо всем, сознание приходит, работает. Были подведены итоги рейтинга экологического, где Чувашия, в принципе, заняла очень достойное место. Может, есть какие-то дополнительные проекты в экологическом направлении на 2017 год? Да, конечно, есть. Мы по рейтингу «Зеленого патруля» занимаем четвертое место. Это лидирующее место среди других субъектов. На сегодняшний день по акции «Сделаем вместе» мы идем на 11-м месте среди остальных субъектов. Это тоже лидирующее место, еще все впереди. Вот эта рейтинговая система нам необходима для того, чтобы привлечь дополнительные финансовые средства для реализации других не менее важных экологических вопросов, которые есть в республике. Мы не закончили одной пехтулинской свалки. Нам необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора опасных отходов от населения, которое образуется в их жилищах. Нам необходимо построить личные сооружения ливневых стоков с города Чебоксары в реку Волга. Нам необходимо создать ряд сопутствующих предприятий, которые бы занимались вторичной переработкой либо утилизацией отходов во вторичные материальные ресурсы. Как, например, всех касается, это резина. То есть автомобилизация у нас идет семимильными шагами. Практически у каждой семьи на сегодняшний день есть автомобиль, который регулярно меняет колеса. Вот эта резина, она никуда на сегодняшний день не девается, она накапливается. Она накапливается и требует утилизации. Есть определенные проекты, как можно ее переработать, направить опять же в социальные проекты. То есть резиновая крошка, которая образуется, может получаться, из нее делается превосходная плитка резиновая, которая укладывается как антитравмичное покрытие на детских площадках. Это очень необходимо. И на стадионах, беговые дорожки. Совершенно верно. Беговые дорожки на стадионах. Ее также можно использовать в качестве наполнителя и в дорожное строительство, что нам повысит уровень качества нашего сегодня дорожного покрытия. Оно и так у нас в межсезонье достаточно серьезно страдает, а это уменьшит его износ, по большому счету. То есть ряд больших, серьезных экологических проектов еще необходимо нам решить. И вот именно рейтинговая система позволяет нам привлечь внимание к республике. И получить дополнительные гранты. Совершенно верно. Сергей Николаевич, ну вот мы с вами месяц назад были в Казани и смотрели, как там организован сбор мусора во дворах. Небольшая организация, частная фирма взяла на себя такую, скажем так, и социальную функцию, в то же время получает какую-то прибыль. Скажите, вот этот опыт каким-то образом применим в Чебоксарах? Есть ли уже какие-то движения в этом направлении? Движения на самом деле есть. Не зря съездили, не зря посмотрели. Всегда во всех поездках перенимается лучший опыт. Город Чебоксары перенял этот опыт. И совсем вот в ближайшее время у нас будут закрываться дополнительные пункты приема вторичных материальных ресурсов от населения. Это хорошо забытое старое, но люди это помнят, люди этого хотят. Это позволяет и вернуть в товарооборот вторичные материальные ресурсы, и добавить дополнительные. То есть получается определенная прибыль у населения. То есть они эти вещи не выкидывают, они синтезируют их в деньги. То есть получается бумагу, картон, пластиковые бутылки, стекло будут принимать в таких вот нестационарных пунктах за определенную плату. Совершенно верно. А потом они будут дальше идти на переработку. Совершенно верно. Ну, в принципе, это же замечательно, что мы опыт соседей перенимаем. Да. Ну и у других регионов есть что перенять и у нас. Ну, я надеюсь, да. Чебоксары в экологическом плане сейчас, конечно, наверное, впереди планеты всей. Ну, практически, да. Спасибо большое, Сергей Николаевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был депутат Чебоксарского городского собрания Сергей Лебедев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok